Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, и вот вам, можно сказать, доделанное устройство, доделанное полностью. На мой взгляд, на мой взгляд, я сразу говорю, потому что, по крайней мере, я реализовал идею. Идея была в том, чтобы под... как сказать... чтобы поднять это устройство в воздух, да, то есть, чтобы оно немного могло парить. Не лететь, а именно парить, то есть, перепрыгая, как бы, с бархана на бархана, оно могло преодолевать какие-то расстояния. Получилось у меня или нет, посмотрим чуть... попозже. И я бы хотел вам порекомендовать наш сервер по Майнкрафту. Точнее, это целый проект, на нем сейчас, в данный момент, два сервера, и третий то включается, то выключается, потому что мы еще не определились, какую сборку туда поставить. Nilfgaard.ru Вам всего лишь надо пройти на сайт, зарегистрироваться, скачать лаунчер и начать играть. То есть, все сделают за вас. Ну, имеется в виду, не надо будет нигде качать игру, какие-то докачивать моды, то есть, для игры вам всего лишь надо будет скачать лаунчер. При этом, при всем, моды интересные, индустриальные, сборочки очень интересные, ну и доступность игры просто максимальная. Отзывчивость администрации, конечно, прилагается, так что, ребят, не стесняйтесь, заходите, мы все будем рады. Ну и фишка в том, что поднять-то я его смог. То есть, оно, да, набирает даже немножечко высоту, но в воздухе становится неуправляемым. И после этого я добавил вот такое вот оперение сзади, чтобы как бы чуть-чуть хотя бы управлять устройством. Есть небольшой минус, оно, устройство стало, как бы это сказать, на земле немножко неуправляемым. Почему? Потому что весь упор идет на задние колеса, так как у нас здесь стоят батареи. То есть, весь упор идет на задние колеса, и, ну, вот оно ездит немножко теперь как-то так медленно, что ли. Но на скорость, на скорость я бы не сказал, чтобы это повлияло, потому что, как видите... Очуметь, ребят, я лечу. Я реально лечу, да, но, конечно... Все, у меня батареи кончились, и сейчас будет удар. Бам! Нет, нормально все. Ха! На задние колеса приземлился. Единственное, конечно же, задняя часть у меня настолько тяжелая, что она перевешивает, и я не могу нормально лететь. Но, в принципе, как видите, вот, если отпускать двигатель, то я, в принципе, могу планировать. Это довольно-таки интересно. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Мы можем, допустим, поставить сюда батареи. То есть, батареи с топливом. Давайте попытаемся и посмотрим, как оно будет сейчас. Знаете, я понимаю, что это устройство такое... Оно не боевое, да. Я, конечно, добавил пушек, да, я добавил какие-то еще моменты, но я понимаю, что это устройство, оно не боевое. Так, смотрим, смотрим. Давайте вот самые легкие ракеты... Ой, точнее, самые легкие поставим эти, как его. Блин, и вылетел из головы. Да что ж такое там? Самые легкие топливные баки. Так, здесь вот так вот поставим, потому что, как видите, все равно я ломаю-ломаю предметы там. Так, хотя и сзади тоже нужно. Ну, ладно. Так, давайте посмотрим. Ну, все равно задняя часть, она, ну, ну, нереально, конечно. Ребят! Я пытаюсь, конечно, повернуть, но, как видите, ну, совершенно не хватает мне поворотной тяги, но при этом, при всем, я его поднял в воздух, это устройство. Как бы, это не было проблемой, все-таки есть и большое количество крыльев, то есть, вообще вариации для того, чтобы поднять устройство в воздух, множество есть. Но, ну, вот смысл был ли от этого, честно говоря, я сейчас понимаю, что нету. Мне и так хватало скорости, чтобы перепрыгнуть с бархана на бархан, так что в этом, ну, в этом, по крайней мере, я не видел проблем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу по верхним, смотрите, как стреляет. Я не видел проблемы в том, чтобы перепрыгнуть с бархана на бархан, но сейчас, получается, о-оу-воу-воу-воу, а вот это, даже, я бы сказал, немножко страшновато. А сейчас проблема в управлении стала, которая мне немножко не нравится, поэтому, наверное, я все-таки уберу, уберу всю эту верхнюю часть, она мне, ну, не очень заходит, как-то, не так я, наверное, представлял. Ну, летающее устройство нужно делать немножечко по-другому, давайте сразу же вот так переставим. И сейчас, кстати, первый охотник, ребят, первый охотник, да очень долго на меня охотники не нападали. А вот это не смешно, знаете, почему не смешно? А потому что охотники, вот этот охотник, он был даже в предыдущей части, то есть новых охотников нету, получается, понимаете? В чем прикол-то весь? То есть новых охотников нету, зараза! На, пошли, давай, давай, давай! Ну, блин, он довольно-таки силен, кстати, и по батареям, нет, все, батареи у него кончились. У него батареи кончились, у него остаются только пушки, батареи мои еще действуют, но сейчас кончатся. Сейчас, ребят, кончатся батареи! Все, кончились, давай! До последнего, давай! Давай! У меня еще, смотрите, все взрывает, у меня все детонирует, у меня все детонирует, все! Это... Я, конечно, бум! Ну, понятно дело, понятно дело, что я мог просто-напросто поставить, что, батареи сразу изначально, да, у меня было бы электричество, я бы его добывал, и все было бы в порядке. Но я решил вот именно таким вот образом драться до последнего. Но все-таки давайте объективно, это устройство у меня было... Что? Это устройство у меня было не создано для борьбы с такими вот огромными монстрами, так что, в принципе, этого стоило ожидать, это стоило ожидать. Так, ну и сейчас, в принципе, можно построить, конечно же, опять какого-то громилу, либо какого-то малыша. Ну, вот даже не знаю, что бы построить такое, наверное, знаете-ка что, я построю малыша, и какого-нибудь проворного малыша. Ну что ж, ребят, мне понравилось то, что у меня получилось, просто вот именно то, что хотелось. Скоростное, немножко боевое, защитное, то есть оно... Ну, оно реально скоростное, потому что оно просто валит, посмотрите! И самое главное при этом при всем, скорость его управляема, то есть он спокойно валит, при этом, смотрите, подпрыгивает, то есть он... Он вообще дерзкий, прям вот, прям какой-то пустынный хищник, спокойный такой, который... Воу-воу-воу-воу, валим-валим-валим! Мне нравится, как он себя ведет, он просто агрессивный вообще. Так, при этом при всем, у него есть стволы, конечно же, у него есть чем пострелять, при том, довольно-таки неплохо, я смотрю. Вот так, самое главное, близко не подпускать, но... Но можно, можно убивать, в принципе, давайте еще посмотрим, кого-нибудь убьем. Конечно, я дерусь сейчас... Вау, вот это, кстати, у него надо его убить, потому что у него очень интересное устройство. Вот этот стабилизатор, которого у меня еще нету, его нужно получить, ребятки. Так, отлично. И вот куда этот стабилизатор у него улетел? Серьезно. Так, здесь блоки из хавки, кстати. Прикольно было бы, кстати, если бы еще сундуки менялись. Вот это было бы вообще отлично. Единственный минус у этого устройства, я не нашел, как сзади установить... Как сзади установить под... Ну, сюда вот щит. То есть, чтобы как бы красиво он смотрелся. Потому что, ну вот, снизу там у нас стоит батарея. Батарея хавки. Здесь у нас впереди щиты. То есть, и здесь стоит черная дыра. И вот не хватает, нету места, тупо нету места, чтобы поставить блок для защиты. Так, давайте посмотрим, кстати. Ну, а, ну хавки мне дали, потому что я выполнил задание по уничтожению. Это да, окей. Прям мне нравится, как он... Вух! И попер, просто попер. Кстати, ему еще можно батареи поставить. Вот я сейчас понял. Ну-ка, мы вот так вот, вот сюда вот. И где у нас турбины какие-нибудь? Вот так вот. И мы вот так вот еще ставим. И у нас еще получается, как бы, повышается мощность, да? То есть, мощность двигателей. Притом, постройка, как вы поняли, да? То есть, устройство наклонено. То есть, здесь стоят прямые колеса. Сзади стоят прям, как, знаете, ход рот какой-то получился. Что-то типа такого даже. Так, и по правильному, по правильному использованию моего устройства... Так, а вот это что такое? А, это колесо всего лишь. А это, блин, это дрон. Откуда у голова дрона здесь? Серьезно. Может быть... А, ну сундука выпало, что-то. Господи, точно. Так вот, по-хорошему, по-хорошему здесь нужно вот так вот это оставлять. Вот так вот брать, вот так вот устанавливать и вот так вот делать. Ну, чтобы задняя часть была всегда защищена. Потому что, ну, иначе, серьезно, иначе меня просто быстренько уничтожат. Притом, я вот таких вот... Жалко, у меня нету ракет. Если бы были ракеты, это было бы шикарнейшее устройство для атаки любого устройства. А так как у меня нету ракет, ни хавки, ни... Вааа, мы просто можем перестреливаться, понимаете? Перестреливаться, перестреливаться. Но вот не хватает. Скорость слишком огромная, и мне не хватает мощности, чтобы развернуться. Ладно, валим. Не хочу я с ним драться. Он слишком маленький, и просто валим от него. Давайте к торговой станции. Блин, как же на нем круто кататься, ребят. Серьезно, я не знаю, как вам вот передать это ощущение скорости, но он просто божественен. Но... У меня даже спидометра нет, чтобы... Блин, не туда еду. У меня даже спидометра нет, чтобы посчитать, сколько он мне дает скорости. Так, отлично, приехали. Тут надо будет перезарядить батареи в любом случае. И, может быть, посмотрим сейчас, может быть, что-нибудь я могу купить интересное. Нет, ничего не могу интересного купить. Все. Все какое-то старое. Так, окей, ладно. Что я хотел? Нет, я же не покупать хотел. Давайте возьмем еще миссия. О, дроп. Отлично, отлично. И нужно перезарядить батареи. И... Перезарядим батареи. И заодно восстановим топливные баки. Так что, скоро вернусь. Ребят, я вроде бы нашел идею, как мне реализовать защитные поля. Притом, еще вот так вот я смогу вот так вот поставить. Вот так вот поставить. И при этом, при всем, еще и установить ракетные двигатели. Вот так вот. Ну, отлично. И смотрится довольно-таки неплохо. Так что, в принципе, вот такой вот вариант я оставлю. Серьезно, малыш, ты будешь со мной драться? Жалко лазеры. Снайперская винтовка жалко. Она не простреливает. Ну, как сказать, у нее... У нее нету поворота такого мощного. Пам! По-хорошему-то... Блин, это... Это что это? Их тут так много. О, боже мой! Это же третий уровень хавки! Это же... Блин, это же гусеницы, ребята! Это пушка! О, господи! Ну, серьезно, ребят. Я... Пускай они там разбираются между собой. Я не хочу их трогать, потому что я сейчас съезжу. Возьмем черную дыру. Так, возьмем черную дыру. Оп, я надеюсь, блоки не пропали. Блоки не пропали. Отлично. И все, и забираем эти блоки. И мне нужно срочно будет их скрафтить. Здесь есть ракета. И вот здесь вот нужно подумать, что лучше. Ракету поставить или... Да, наверное, все-таки ракету будет получше. Отлично. Вот здесь сразу нужно ставить несколько... Отлично. Просто отлично, ребят. Конечно, буру бы хотелось спереди поставить, но буров нет. Ладно. Нету так нету, как говорится. О, хорошее устройство в том плане, что блоки-то надо забрать здесь. Шикарно. Просто шикарно получилось. То есть у нас теперь есть и ускорение, и ракеты. Но я бы хотел здесь не такие ракеты, а маленькие ракетки. Они бы лучше подошли, потому что все-таки я дерусь больше в ближнем бою. И это было бы более... Более бы качественно. Так, давайте по заданиям. Что у нас за задание? Следующее. Хотя... Хавки. Давайте вот дроп. Дэд дроп. Это смертельный дроп, что ли? Или как смертельный? Ну да, смертельный дроп. Ух, разворот. И пошли, пошли, пошли. Отлично. Передние колеса, конечно, они, как видите, искрят. Потому что тяжесть идет довольно-таки приличная, но... Мне нравится, как он дрифтит. Отлично. Тут еще и просто так на халяву дают блоки. Ну же. Ну... Нет, не дали никаких новых блоков. Забавно, что мне нравится. Смотрите, задняя часть, вот задние эти колеса, какая-то у них очень интересная подвеска. И они так поддергивают. Поддергивается задняя часть. Прикольно. Прям какой-то бэтмобиль, что ли, получился. Только сзади он так, ну, как-то смотрится. Конечно, можно было сюда вот такие двигатели... Нет, они бы не влезли. Ну, или наверх сюда можно было черный этот двигатель поставить. Хм... А здесь можно было... Или вот здесь вот... Блин. Вообще, просто можно было бы облегчить... Облегчить переднюю часть. Поставить здесь спойлеры, которые бы приподнимали бы все устройство. Но, блин, так бы... Тогда бы меньше орудий пришлось бы ставить, да? Как бы... Я не очень... Что тут происходит? Брум... Минус один. Что тут происходит, ребятки? Но разворота мне не хватает. Серьезно, я вот смотрю. Разворота мне не очень хватает. Я бы... Я бы, знаете что? Я бы здесь вот... Вот здесь вот прям по бокам поставил боковые поворотные двигатели, которых у меня нету. И разворачивался бы ими. Вот это было бы круто. Серьезно, просто нажимаешь, и он бы еще больше... Ох. Но хотел управление на высоте. Вау. Это Вентура. Это... Бам! Мы его просто... Пошли со мной. Отлично. Стоп. Нет, нет, мне показалось, что у меня ракета отлетела. Пошла ракета. Отлично. Давайте его уничтожаем. Или огне... Блин. Или огнеметы поставить. Блин, вот сейчас ракета не туда полетела. Просто перестрелимся. Тупо у кого батареи хватит больше. И у меня, кстати, батарея кончается. Уходим, 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 уходим. Черт, подрыв. Подрыв. Это все. Это конец, ребят. Сейчас еще... Бум. 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 Самое обидное, что я ракету потерял, ребят. Но я ее... Самое главное, что я могу ее крафтить. Вот об этом не нужно забывать. Я ее смогу скрафтить, и все будет в порядке. Блин, вот про батареи я совсем забыл, что здесь совсем все плохо с батареями. Блин, ракета... Эх, ракета. Это ракета. Эх, блин, это было круто. Давайте я восстановлю свое устройство с батареями. А что тут сделать? Что-то по-другому не сделаешь никак. Либо просто ставить еще больше батарей, либо... Ну, я не знаю, честно говоря, либо что. Так, ребят, я восстановил свое устройство. Сохраня... Да, я уверен, что сейчас кто-то скажет, сохранить его вот таким вот образом. Вот так вот, да? То есть, я не знаю, там, пустынник или как-то, не важно. То есть, его можно так сохранить, и его можно купить. Но, ребят, не забывайте, какие он деньги будет стоить. И, типа, это не легче будет купить его, да, чем пересобрать. Так что, ребят, такое. И единственное, я немножко, немножечко сделал по-другому. Как видите, я расположил колеса задние немного по-другому. Если мне сейчас не понравится, вообще перевернуть их не проблема, это раз. И плюс здесь вместо блоков я поставил везде батареи. Больше батарей. То есть, здесь ни одного обычного блока нету. Хотя даже вот сюда, кстати, батареи можно воткнуть. Кстати, тоже как вариант. То есть, зачем использовать эти перемычки, если можно использовать батареи? И вот интересно, это как-то скажется на... Да, это... Во-во-во-во-во, мне нравится. Он еще лучше поворачивать стал. Вот это расположение колес, оно еще лучше, кстати, мне нравится. Чувак, мне нужны твои двигатели задние. Ох, как мне нужны твои двигатели задние. Да и батареи бы я тоже бы не... Короче, а в итоге у него взорвалось все. Серьезно. В итоге у него взорвалось все. Ну давай, умри уже. Батареи мне твои не нужны. Вот у устройства, которое было до этого, у него были батареи Вентуровские. Они маленькие были. Вот эти устройства были очень важные. А здесь... Ну... Ой-ой-ой. Под что я заехал? Сейчас бы ударил меня. А здесь, ну, такое. Так, но здесь есть новые блоки, ребят. Вот, бля, тут прям огромный... Тут... У-у-у-у. У меня даже датчик скорости, ребят, появился. Офигеть. Датчик скорости, вот он, текущая скорость. И да, батарея, батарея появилась. И, кстати, вот сейчас можно как раз-таки пересобрать немножечко. То есть, вот так вот сделать Блин, опять я колесо убрал Промахиваюсь постоянно с колесом Так, вот здесь вот так, вот так вот И поставить вместо этих балочек Здесь вот такие вот батареи Да, конечно, можно было бы Вентуровские поставить Но она у меня всего лишь одна Так что такое, да? Так, восстанавливаем обратно Вот так вот И здесь мы ставим Сюда можно, кстати, тоже Два реактивных двигателя поставить в итоге Но, я думаю, этого Не нужно делать, потому что Потому что, потому что Потому что, конечно, я могу сюда поставить Все эти приспособления Допустим, скорость, да, и здесь все-таки Двигатель поставить, но сюда, я думаю, может быть Еще батареи поставить, вот такие вот у меня Мысли есть, так, а здесь мы, знаете, что Поставим сбоку, вот так вот Чинг-чинг-чинг, такой тоже фонарик Так И ускорители, да, ускорители Ускорители Вот так Вот так вот Вот, вот Теперь это устройство полностью Бум Когда черную дыру ставишь Он прям проседает Устройство Так чувствуется, как оно проседает Вау Посмотрите, что это там такое Вау Неужели наконец-то Вау Мне нравится, как он прет у меня вообще И скорость у нас 100 км в час Да, у нас нормальная скорость У нас очень хорошая скорость Я бы сказал Так, ну вот здесь, конечно, нам Придется просто вот так вот Порастреливать их Потому что Ну, блин Они слишком какие-то огромные и страшные Чтобы с ними С ними как-то драться Иначе Но хотя С другой стороны У меня настолько много батарей Что мне Бояться что-то Ну, вообще Грех, конечно Да, его разорвало Но Новых блоков, конечно, не получили Вот там Батарейки валяются Да, новых блоков уже не получим Их уже На самом деле Очень мало Остается новых Устройство прикольное Но Ему не хватает разворота Серьезно Вот разворота не хватает И Я знаю, как разворот сделать Я, в принципе В теории знаю Есть специальные блоки Поворотные Это и у Вентура И И у ГСО У Вентуровских У меня, по-моему Только один такой блок Да, вот он Пятиосевой блок Вот если прочитать про него Это отличный блок Для контроля воздушного судна Он позволяет делать Наклоны и повороты В воздухе Также он хорош для разворота Парящих машин Это да Но, смотрите Вот если я, допустим Вот так вот установлю Видите, он начинает Функционировать Видите, он начинает функционировать И это вот как раз таки То, что мне нужно Но Но он слабый То есть Этот двигатель Он довольно таки слабый А вот Вентуровский Там уже Они более мощные Они более Как сказать Во-первых, массивные И они на Турбинной тяге То есть Они на турбинной тяге Об этом не нужно забывать Разворот И поперли 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 У меня даже задние колеса По-моему искрят Офигеть То есть у меня Полностью перегружено Устройство Но при этом При всем 100 миль В час Оно прет Ребятки Это просто Офигенно Давайте последнее задание На сегодня выполним Смогу ли я его сделать Бам Нормально Нормально Мне нравится Мне нравится Как оно себя ведет Ой Вот это вот Аккуратно Вот это вот Аккуратней Так И Понятно Мне нужно базу захватить Промахнулись Но Ничего страшного Давайте вот так вот Следим за батареями Следим только за батареями Нам Если что Нужно будет отступать Вот это вот Вообще жесть У него Сзади две батареи Топлив Два топливных бака Которые просто Ну Могут взорваться В любой момент Я не знаю На что он надеется Так Ну В принципе все А нет Еще Вот малыш Остался один Добиваем его И Задание выполнено По-моему Да Да Мне даже дали блок Еще один Датчик высоты Я его здесь не буду использовать Потому что этот блок Больше Всего нужен Для использования О Как же я обожаю Эту игру Я только говорил о том Какие мне блоки Нужны И вот мне дают Этот поворотный блок Вот он Вот он Этот поворотный блок О котором я Вам Ребят говорил Но единственная Проблема в том Что Хотя нет 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 Именно Именно этого Я и Добивался То есть он Именно Поворачивает То есть видите Я пытаюсь повернуть И он работает То есть вот Сюда И сюда На край поставить И тогда В принципе Можно ими Управлять Единственное Что я наверное Был вот так Вот только сделал Вот так Поменял бы Вот здесь Вот так Ну хотя бы В одну сторону Я буду поворачивать Уже получше Хотя бы в одну По моему По моему Он уже Активнее Поворачивает Вот серьезно Да конечно Да конечно же С реактивной тягой Когда мы включаем Реактивную тягу Понятно дело Что Амплидута поворота Она увеличивается в разы Что это такое длинное Амплидута поворота Увеличивается в разы Но Понятно что нам С другого боку Тоже надо Такую же Штуковину Поставить Только Поставить Только тогда Мы Воу Ее наверное Очень легко Можно разбить Если не следить За зарядом энергии В общем Ставьте лайки Если вам понравилось Это устройство И сегодняшняя серия Она такая Получилась активная Я два раза умер Потерял основное устройство И вообще что-то Растерял кучу всего Но Черт возьми Мне вот Вот это устройство Нравится Оно компактное Оно интересное Оно очень хорошо Ездит Прям вот Потрясающе При этом При всем что Оно как бы Перегружено Да То есть В принципе Я знаю как его Разгрузить Есть блоки Чтобы разгрузить его Но У меня их пока нет Так что До скорых встреч До следующей серии Надеюсь мы наберем 200 лайков И под этим Под этим видео Удачи И пока Черт врезался